В адрес собрания депутатов жительница, округострадающая с сахарным диабетом, написала письмо парламентариям региона. Пожарные спасатели, сотрудники полиции, газовой службы и электростанции. Такой состав выехал на сигнал о взрыве в одном из домов Наринмара. Пересечение улиц Юбилейная и Заводская. Жители Мирного жалуются на сложный перекрёсток. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Александр Цибульский подписал первое постановление в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Неницкого округа. Документом, размещенным во вторник на официальном портале государственных органов региона, вносятся изменения в постановлении о персональном составе администрации региона. Александр Цибульский исключил из состава администрации Игоря Кошина, ушедшего на прошлой неделе в отставку с поста губернатора, и включил себя. Документ датирован 2 октября. Он вступает в силу со дня подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 29 сентября текущего года. 4 октября исполнится 85 лет со дня образования гражданской обороны, которая прошла большой путь становления и развития. Сегодня гражданская оборона является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. Сегодня же в актовом зале городской администрации чествовали тех, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением безопасности граждан и государства. Благодарственные письма сегодня вручили отдельным сотрудникам МЧС России по Неницкому округу и спасателям окружной поисково-спасательной службы. Особо отличившихся сотрудников наградили медалями и нагрудными знаками. Все в какой-то степени относятся к гражданской обороне у нас. Это как и спасатели, так и пожарные, так и обычные трудяги наши. Очень много мероприятий было выполнено как в ТУ, так и в годы войны на рубеже. Это все посвящается гражданской обороне нашей Российской Федерации. В современных условиях гражданская оборона решает спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения. А также материальных и культурных ценностей от опасности мирного и военного времени. В настоящее время совершенствуется система управления и оповещения. Особое внимание уделяется повышению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов от угроз природного, техногенного характера, террористических проявлений. На подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду в Неницком округе направлено 886 миллионов рублей. Большая часть этой суммы, 740 миллионов, направлена на приобретение топлива в рамках «Северного завоза». Еще 146 миллионов затрачено на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. Окружная субсидия муниципальным образованиями и предприятиям сферы ЖКХ составила почти 59 миллионов. Из них более 44 выделено муниципальному предприятию по КТС. В целом, за счет округа в текущем году отремонтируют 7 котельных, 1,5 километра инженерных сетей, 11 скважин водозабора, приобретут 160 аккумуляторов для бесперебойного электроснабжения пяти поселений. Остальные средства на подготовку к осенне-зимнему периоду выделяют сами муниципалитеты и предприятия. По данным органов местного самоуправления региона, на сегодняшний день к осенне-зимнему периоду полностью готовы объекты коммунальной инфраструктуры сел. Также в муниципалитетах продолжается работа по проверке и подготовке к осенне-зимнему периоду теплоснабжающих организаций. Паспорта готовности они должны получить не позднее 1 ноября. Проводимые работы по капитальному ремонту не влияют на поставку ресурсов потребителям. Также на сегодня все населенные пункты региона полностью обеспечены необходимым запасом энергоресурсов. Севережилкомсервис завершил Северный завод 17 сентября. Еще спустя неделю, 25 сентября, компания полностью завершилась в Амдерме. В эти дни заканчивается разгрузка 80 тонн дизельного топлива для электростанции СПК Нарьяна-Ты в поселке Хангурей. В Денинском округе рассмотрят возможность обеспечения инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним отдельных категорий граждан, детей до 8 лет, беременных и кормящих женщин, страдающих сахарным диабетом. Такое решение было принято на заседании комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике. Поводом послужило обращение к парламентариям жительницы округа, страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом. Подробности в следующем сюжете. В 2012 году в Ненинском округе началась реализация программы «Сахарный диабет». Она предусматривала установку инсулиновых помп больным сахарным диабетом и выдачу бесплатных расходных материалов к аппарату сроком на один год. Предполагалось, что далее пациент будет закупать лекарства самостоятельно. Однако стоимость содержания инсулиновой помпы оказалась слишком высока. С такой проблемой столкнулась жительница Ненинского округа. Об этом она написала в своем письме депутатам окружного собрания. У меня сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый. В 2013 году по окружной программе мне бесплатно установили инсулиновую помпу и выдали расходные материалы к ней, необходимые для ее функционирования, из расчета на один год. Врач-эндокринолог предупредил меня, что впоследствии расходные материалы мне придется приобретать за свой счет. При этом стоимость обслуживания данной помпы, стоимость расходных материалов, составляет, по самым скромным подсчетам, 20 тысяч рублей в месяц. Данная сумма соизмерима с моей месячной зарплатой. Бюджетные деньги потрачены, а по факту люди не в состоянии самостоятельно оплачивать расходные материалы и вынуждены отказываться от этих помп, возвращаясь к более бюджетным способам введения инсулина. По информации Ненинской окружной больницы, инсулиновые помпы установлены восьми пациентам, в том числе пяти детям. Инсулиновая помпа представляет собой небольшой аппарат, который работает на батарейках и вводит определенную дозу инсулина в организм человека автоматически. Необходимую дозу и периодичность устанавливает в памяти прибора. Несомненно, что такой высокотехнологичный аппарат удобен для больных с сахарным диабетом. По информации Сергея Свиридова, сегодня в регионе проживает 18 детей, больных с сахарным диабетом. Взрослых намного больше, а обслуживание одной помпы в год обходится более чем в 300 тысяч рублей. Это дорого как для самого пациента, так и для бюджета Ненинского округа. Альтернатива помпе – ежедневные инъекции инсулина инсулиновым шприцом. Государство по программе госгарантий больных этих категорий обеспечивает бесплатно. Это лекарства и шприцы. Инсулин, он одинаковый что в помпе, что в шприце. По информации Сергея Свиридова, за 2016 год в рамках региональной и федеральной льгот больным сахарным диабетом было выписано лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. За неполный 2017 год на сумму чуть более 12 миллионов. Помпа как раз нужна для тех категорий населения, которые могут забыть вовремя поставить соответствующую дозу лекарства. То есть в основном это дети, но вот мы еще к такой категории риска относим беременных и кормящих женщин. Но там немножко другая причина, то есть там могут быть с медицинской точки зрения определенные изменения. До 1 ноября профильный департамент просчитает возможность обеспечения инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним детей до 8 лет беременных и кормящих женщин, страдающих с сахарным диабетом. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Прививку от гриппа в Нинецком округе сделал каждый пятый житель региона. Вакцинацию прошли более 9 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч дети. Это 52% от плановых показателей. В текущем сезоне медики намерены привить от гриппа 17 600 жителей округа, или 40% от общей численности населения субъекта. Работу по планам о вакцинировании осуществляют специалисты Нинецкой окружной больницы и Центральной поликлиники Заполярного района. Они отмечают увеличение отказов работников предприятий, которые находятся в группе риска по заболеванию. Наиболее низкие темпы прививочной кампании отмечены в Наринмаре, селах Нижняя Пеша, Несь, Коткино, поселках Хариверы, Бугрино, а также деревнях Макарова и Шойна. В ряде населенных пунктов вакцинация проведена на 90% и выше. Это Каратайка, Вижа, Сноба, Великовисочная. В поселках Интига, Волчейский и Варник охват вакцинации приближается к 90% от плановых показателей. Прививочная кампания против гриппа на территории округа началась 28 августа, завершится 15 октября. Как отмечают эпидемиологи, в этом году на территории субъекта ожидается тяжелая форма гриппа, которая особенно опасна осложнениями. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость в регионе остается низкой. Волну заболеваемости санитарные врачи ожидают в середине декабря. Пик активности вируса гриппа в Неницком округе, по прогнозам, придется на третью и четвертую недели января 2018 года. В одном из домов Наринмара произошел взрыв. В понедельник, 1 октября, около 19 часов, в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве. Он произошел в доме по улице Ленина, 46. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники полиции, газовой службы и электростанции. На месте взрыва возгорания не произошло. Пострадала женщина, которая с ожогами была доставлена в Неницкую окружную больницу. Выехавшие на место происшествия сотрудники следственной оперативной группы в ходе проведенной проверки установили, что данное происшествие не носит криминального характера. В результате взрыва хозяйка квартиры 77-го года рождения получила термический ожог правой руки. И бригадой скорой помощи ей оказана медицинская помощь. Причины данного инцидента выясняются. После расследования пожарная инспекция направит материалы дела в исследовательскую пожарную лабораторию МЧС в Архангельск. По данным Окргаза, в данной квартире газоснабжение отключено с 2008 года. Долгое ожидание и ежедневные риски опоздать на работу. С такой проблемой ежедневно сталкиваются жители района Мирный. На протяжении нескольких лет автомобилисты и пешеходы жалуются на сложный перекресток, пересечение улиц Юбилейная и Заводская. Водители подолгу не могут выехать из микрорайона, а пешеходы сетуют на отсутствие тротуаров. В чем причина проблемного участка и когда она будет решена, смотрите далее. Светлана, как и многие автомобилисты, проживающие в районе Мирный, знает этот перекресток на зубок. Утром не выехать на юбилейную, вечером не повернуть обратно. Хорошо, когда уступит вежливый водитель. Если нет, придется ждать 10, а то и больше минут. В воскресенье я ехала, и вот женщина, девушка с коляской шла. И три машины оттуда выезжала. Мне пришлось всех выпустить. А тут тоже за мной сколько машин скопилось. И вот в воскресенье минут пять стояло, чтобы завернуть к себе туда, к Мирному. Такое плотное движение на перекрестке вполне объяснимо. Здесь находится школа и детский сад. А недавно открыли два общежития. И поток машин стал еще интенсивней. Поставить светофоры на этом участке жители просили уже давно. Но такая возможность появилась только в этом году. Торги по обустройству перекрестка выиграла компания «Капиталстройнао». По словам заказчика работ, централизованного стройзаказчика, восемь светофорных секций будут установлены к концу октября. То есть она будет туда, в прямую и в обратном направлении, чтобы видно было водителю. По улице Юбилейной и по улице Заводской. Светофоры будут обустроены, табло обратного отсчета, как для транспортных секций, так и для пешеходных. Также в рамках договора подрядчик обустроит подходы к тротуарам и ограждениям. Как сказали в центр стройзаказчики, все госты на участке соблюдены. Проезжая часть как была, 6 метров, так она и осталась. Единственное, что там облагородили и сделали радиус, положенный как по госту. То есть там все нормально? Проезжая часть не сузилась ни на сантиметр. И автобус там проедет, да? Который там же в 8-м не ходит? Автобус там ходит маломестительный, пазики, поэтому они там войдут. Кроме того, до конца октября светофоры типа Т-7 установят у всех образовательных организаций города. Социально-гуманитарного колледжа, музыкальной школы, профессионального училища, у школ и детских садов. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Приурочили ко Дню пожилого человека. В Наринмаре прошла традиционная ярмарка некоммерческих организаций. Омолаживающий макияж, мастер-классы по рукоделию, спортивным бальным танцам, свежая выпечка и частушечный батл. В Наринмаре прошла традиционная ярмарка некоммерческих организаций. В этом году мероприятие было приурочено ко Международному Дню пожилого человека и направлено на поддержку людей высокого возраста. Чем сегодня угощаете? Кулебяка, булочки с творогом, сосиска в тесте, плюшки. Все готовили сами? Да. Студенты Ненецкого профессионального училища угощают гостей ярмарки свежей выпечкой. Спрос на пирожки и плюшки большой. Устоять перед такими запахами очень сложно. На соседней площадке работают представители многофункционального центра, фойе первого этажа. Они предлагают всем желающим помощь в регистрации на сайте госуслуг. Вот документы есть с собой? Паспорт, снил, паспорт. А снил, паспорт, снил, снил. А, это зеленая, как вы, да, 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 да. Давайте я вас зарегистрирую, да? Одна из площадок ярмарки была посвящена деятельности регионального отделения Всероссийского Красного Креста. Мы предлагаем маленькие помощницы, которые у нас, да, это вызовы экстренных служб, мобильных телефонов. С удовольствием их берут, потому что это очень актуально. Рассказываем, конечно, о нашей деятельности Российского Красного Креста на территории Ниньского автономного округа по работе с пожилыми людьми. Для любителей творчества на втором этаже организовали различные мастер-классы по рукоделию. Пряжа, которая называется лента. Эта пряжа очень удобная в работе, потому что она крупная и работа с крупным крючком, что удобно, в свою очередь, для людей пожилого возраста. Вот, и сегодня мы предлагаем кашпо, которое применяется, естественно, в хозяйстве для уюта, для того, чтобы растение, комнатный цветок, его вот разместить в такую интересную, незамысловатую... За соседним столом проходит мастер-класс по квиллингу. Тоненькие бумажные полоски с помощью специального инструмента превращают в объемные цветы. Нашли для себя занятия по душе и самые энергичные представительницы высокого возраста. Для них на танцплощадке развернулся настоящий мастер-класс по спортивным бальным танцам. Большой интерес у гостей ярмарки вызвал и частушечный батл. Под звуки гармонии представительницы прекрасного возраста соревновались между собой в знании частушек, и здесь им не было равных. Чёрный ворот, чёрный ворот, чёрный воронён на честь, чёрноглазый, чёрномровый, у меня миллион на честь. Ярмарка некоммерческих организаций стала местом встречи всех поколений. Вместе с бабушками и дедушками, папами и мамами пришли внуки и дети. И каждый из них получил массу незабываемых впечатлений. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.